Егор вызвался лестницу мыть, упросил меня. Домочил я ему тряпку. Не, Егор, ты спускайся, а за собой мы лестницу. Не впереди себя, а за собой. Ага, вон он там наверху. Да, давай, только как следует. Двумя руками, чисто, чтобы было. Вот так эксплуатируем детский труд. Сейчас с ним перемыли всю обувь. Ага, давай, давай, ему нравится. В общем, перемыли ему обувь, кроме Мишиных. Миша у нас, а я уже, наверное, снимала, ходит вот в таких. Берцах. Ему нравится. Говорит, удобно очень, но тяжелый. Он каждый весит, я не знаю, около килограмма. Я бы не смогла в таких ходить. Я бы ноги не подняла. Вот мы с Егоркой перемыли их сапоги, их ботинки. В общем, у них по двое сапог на смену. Один день они одни носят, другой день другие. То есть, вот у меня у маленьких, значит, получается шесть пар стоит. У Лерки двое тоже на смену. В общем, у нас битком обуви полная прихожка. У меня одни сапоги, у папы одни ботинки. Вот. Ну, мы, что, машина, работа. Мы по грязине шастаем. Алере, до школы это надо весла выдавать. Привет-привет. Давай мой дальше. Вот. До школы очень грязная дорога, так же, как и до садика. В общем, увы, у нас очень много. И зимой также у нас по две пары детей. Потому что иногда не высыхают. Миш, ты что ли там спускаешься? Иди я и тебя, зайчик сниму. Давай. Поздоровайся. Да. Скажи всем здравствуйте. Миш, ты ручкой помахал, а всем здравствуйте не сказал. Добрейший вечер. Давай, Егорка, домывай. Так, вот серединку домой ешь, придешь ко мне, я тебе еще раз эту тряпочку сполосну. Хорошо? Вот до сюда, вот до этой ступеньки домоешь. Вот до этой. Да. И придешь ко мне, я тебе ее сполосну и домоешь вторую часть. А чего у тебя шапка-то валяется? А? Она на тебя обидится и убежит от тебя. Забыл убрать ты, не забыл убрать. Ты специально ее здесь бросил. Ладно. Ну чего, домывай давай, приходи ко мне эти тряпочки сполосну. Еще одно включение. Чем закончилось мытье лестницы? Осталось несколько ступенек. Егор прибежал, говорит, фу, я устал. Мам, там за меня Вася домывает. Я говорю, ну ладно, больная наша Вася. Сегодня позвонила воспитательница, сказала, что Васю вытошнило в саду. В общем, плохо ей стало. Ее забрали пораньше, полдником ее не кормили. В общем, я ей поставила овощной супчик варить. Нашла у меня тут в запасе брокколи замороженная, морковка. В общем, такое легкое, чтобы овощной бульон был. Не удержалась, бросила ей маленький кусочек туда филе индейки. Ужин мне нужно по-быстренькому сварить. Я сегодня тоже работала. Ну, обычный рабочий день. Приехали вот недавно. Мама, смотри, сколько каша. Что? Это не каша, это рис. В общем, у нас сегодня рис и филе индейки. Вот ты что делаешь, загораживаешь. Вась, как ты чувствуешь? Это такой рис. Здесь и даже вот это есть. Давай смекту еще пей. Надо отпаивать тебя. На, помешай ложечку и пей. У нас сегодня хорошо себя ведет Егор. Да, Егор Сергеевич? Да. А вот Снежана у нас с точностью до наоборот. Так, Егор, там газ. Я тебя уже предупреждала. Детям близко нельзя подходить. Пока Егор мыл лестницу, она ему два раза плюнула на лестницу. Егор бежит ко мне. Мама, она мне плюнула на лестницу. Мне пришлось это все отмывать. В общем, я вышла. Ее позвали. Вот. Когда я их наказываю, это у меня целый театр. Я ей обещала. Мама, я сегодня хорошо вяжу. Вяжешь хорошо или ведешь себя хорошо? Ну, можно хорошо себя ведать. Так, не вяжешь, а не вяжешь. Так, не перебивай, тот на меня смысл избил. Я про что рассказывала? Я про Снежанку рассказывала. В общем, я ей вышла и пообещала. Говорю, раз ты плюнула на мою любимую лестницу, то я в следующий раз принесу ведро мусорное и вывалю его в твою кровать. Согласна? Она говорит, нет, не согласна. Будешь еще плевать на лестницу? Нет, не буду. В общем, я не знаю, повторится это или не повторится. Ну, вот так. Но всегда, когда я хвалю Егора, Снежана у нас идет в отрыв. Вот. В общем, такой характер у нас у Снежки. Если я хвалю Васю, то бить Васи битой. Да? Да. О чем еще рассказать смешного? Лера пришла сейчас из школы. Мама, мама, мама. Лера, что ты мне сказала? У нее полный рот, она жует. В общем, она пришла, получила две пятерки. Пятерку по немецкому, пятерку по истории. Правильно? Да. И хочу жрать. Мам, хочу жрать, жрать, хочу. Ребенок не есть, хочет, а жрать. Извините за выражение. Я хлеб буду есть. Нет, Вася, белый хлеб тебе нельзя. Ты у нас сегодня терпишь до завтрашнего дня. Потому что я не знаю, что с ней. Ну, маму. Да, температуры нет, больше ничего нет. В общем, просто ее вот вытошнило в саду. Мы уже один раз такое переживали. Это было в мае прошлого года. И Снежка и Вася отравились в саду вместе с остальными детьми. Тогда, по-моему, около 40 человек в саду отравилось. В общем, мы попали в инфекционку. Мы лежали там. Я очень здорово на тот... Нет, никакого хлеба, Вася, нельзя. Потому что там дрожжи. Нельзя, подожди. Мы попали в инфекционку. Меня это очень здорово подвело. Потому что у меня были планы на работу. А я практически две недели была выбита из колеи. В общем, мы потеряли очень приличную сумму денег. Из-за того, что мы не работали. Потому что двумя детьми в больнице. Папа здесь один остался с остальными. Какая может быть работа? Ну вот. Ждем ужина. А кто уже поужинал, тем везет. Егор когда в больнице был и так себя хорошо ведет. Да? Лапочка была. Потому что не было девчонок. Я уже говорила. Когда Егор один, он ведет себя очень хорошо. Он просто замечательный ребенок. Снежана, кстати, так же. Когда она одна... Ой, придраться не к чему. Это вообще... Это не девочка, это мечта. Вот. А я бегемот, что ли? А ты... А ты даже не знаю. Бегемот, что ли? На бегемота ты не похожа. А ты Василиса Сергеевна. Да? Папа, бичонки, давайте выключать. Уже много мы говорили. Все, у меня там доваривается. Доброго всем времени суток. У нас сегодня суббота. Мы сегодня собираемся в баню. Неправда. Никто у нас сегодня в баню не пойдет. Почему? А потому что? Потому что мы все болеем. У нас внеплановая смена постельного белья. Мы сегодня будем в бане, что ли? Внеплановая перестирка всех полотенец. В общем, полотенце я теперь каждый день меняю. Егор слезет с диванчика. Я сейчас пылесосить буду матрасы. Вот. Что у нас случилось? Ну, обычная ситуация, наверное. У нас в понедельник заболела Василиса. Ей было плохо в садике. И мы ее оставили во вторник дома. Вот. В среду мы сходили на прием. Ничего особенного нам не выписали. Сказали, что ничего страшного у Вас. Про кишечную инфекцию даже разговора не было. Скорее всего, это Ваше вот... То, что она плохо кушает. Вот это Ваша, наверное, поджелудочная железа. В общем, из-за этого Вам плохо. Вот. Я когда заикнулась, сказала, что, может быть, и вот опять в садике не свежая еда была. Как в прошлый год мы отравились очень сильно. Вот какая книжка. Да. В общем, на меня сорвали собаку. Мне сказали, да, обвинять в садик, это проще пареной репы. Егор. Да, я. На телефон скажу, что думаю я по этому поводу. Да, сказали, проще пареной репы обвинить в садик, потому что некачественная еда. В общем, я не знаю. Я весь прием промолчала, просто выслушивала. Ну, человеку тоже нужно выговориться. Я понимаю, у нее очень много народ на приеме было. Все больные. А хочешь, я тебе расскажу? В общем, мы остались дома. И в среду к вечеру ей стало еще хуже. Потом был четверг. В четверг у нас было более-менее нормально. Но к вечеру опять ухудшение. В общем, ее и полоскала очень сильно. Я съездила, купила интерфурил. Без назначений. Сегодня с утра на завтраке Василиса у меня скушала все. Она три дня у меня не ела вообще ничего. Только воду пила. Похудела на килограмм, на три, на четыре. Сегодня она хорошо поела. Я, конечно, рада, довольна. У Егора и Снежаны пока все хорошо. Аппетит у них нормальный. Ничего не болит. Егор только подкашливает. Но у меня сегодня свалилась старшая дочка. Лера у нас сегодня заболела. Ей очень плохо. У нее нет сил. Ее тоже получат все утро. Ночью еще началось. В общем, внепланово. Я уже говорила, что я раз в две недели меняю детям постельное зимой. Потому что оно зимой не пачкается. В общем, у нас внеплановая смена всех постельных. Сейчас у меня будет вся кухня завалена грязным бельем. Потому что мы сегодня в ванной будем? Да, перемою я их тоже сегодня в ванной опять. Потому что в баню. Я люблю в ванной. Баню у меня Вася не выдержит. Я тоже не выдержу. Я плохо себя чувствую. Но просто я расстроена. Из-за этого мне, в общем, некомфортно. У меня тоже упадок сил. Опускаются руки. Мне очень плохо, когда болеют мои дети. Я так думаю, что кто-то из Васиной группы привел больного ребенка. И оттуда все пошло. Потому что я разговаривала еще с некоторыми родителями. И вот с понедельника у нас тоже пошла цепочка. Там еще есть несколько человек сидят дома. Я своих детей больных стараюсь в садик не водить. Мы с мужем, конечно, может быть, в более выигрышном положении, чем другие родители. Мы можем работать по очереди. А что с Васей? Я не знаю. Она спокойная была. Была спокойная, а сейчас неспокойная? Да. Идем посмотрим. Сейчас посмотрим. В общем, мы можем работать по очереди. Если я сегодня с ними дома, то муж уехал на работу. Завтра ты мне принес. У кого есть бабушки, дедушки, тоже как бы это хорошо. Клубочек. У нас, повторюсь, нет никого. Мы с мужем одними. Мама, ты мне привезешь завтра клубочек? Да. Завтра моя очередь на работу ехать. Привезу тебе клубочек завтра. И клубочек, и крючок. Егор хочет научиться вязать. Егор, не извлекай меня от темы. У нас тема другая. У нас тема грустная сегодня. Вот. Но есть родители, которым действительно работа нужна, необходима для того, чтобы элементарно прокормить себя. И ребенку сунули таблетку и побежали в садик. А из-за этого страдают другие дети. В общем, тут замкнутый круг. Я и тех родителей понимаю. Потому что не заработаешь денежку, не накормишь семью. Но с другой стороны, почему мои дети должны заражаться и болеть? И почему я должна терять в деньгах и сидеть дома? Все. У нас Васю. У Васи тоже настроение не очень. Все-таки она еще, наверное, не до конца у нас выздоровела. Вот. Переживаю, что Егор со Снежей еще у меня эстафету примут от Леры. Но изолировать их я тоже не могу. По какой причине? Леру, например, я могу изолировать. Она взрослая, она понимает. А вот Егоры и Снежу я никак не изолирую. Если болеют Егоры и Снежа, они все равно больные, идут играться туда, где Василиса. Если я их сажаю в какую-то комнату, они это воспринимают как наказание. Понимаете? Потому что они все равно другие, вот эти детки. Мама, можно я с ковриков весь мусор соберу? Каких ковриков ты соберешь мусор? Собирай. Я только забуду, только рада. Пылесосу легче будет. Вот. Они воспринимают это как наказание. А почему же она здесь столько положит? Егор, ты меня третий раз в смысле сбиваешь. Я хочу донести нашим зрителям о том, как все-таки сложно многодетной семье болезни вот эти все переживать. В больницу я их не могу положить по той же самой причине. Потому что они воспримут вот эту вот больницу как катастрофу. Когда в прошлом году у меня отравились Василиса со Снежаной в садике, там целое дело было. Человек 40, наверное, из садика вывели. Болели все. Но не все почему-то попали в больницу. Моим было настолько плохо, что мы были под капельницами. Два дня, два или три дня у них капельницы были. И я вместе с ними лежала вот в этом инфекционном. Мы там пролежали 4 или 5 дней там. И потом мы еще неделю были как бы на дневном стационаре. То есть ночевать мы уже, нас папа забирал домой. Мы долго там были. Долго мы там были, да. Лечились. Вот. И понятно, что вместе с мамой они эту больницу восприняли как бы нормально. Но вот сейчас кого-то одного положить в больницу, у меня просто рука не поднимется. Я не смогу. Я не знаю, как там ребенок будет. Вот Егора, например. Ему бы сейчас вот весной можно в неврологию еще раз, в Иваново. Мы тоже, я тоже с ними ездила. Также вот, да, в прошлой весной с Егором и Снежей. Мы лежали в Иваново и в неврологии. А мы ехали в Неврологию. Нас там обследовали. Вот. Вот Егор у меня кашлять начал. Тоже еще сюрприз. Егор, ты что закашлял? В общем, с понедельника, я так думаю, у нас полный лазарет будет. Мама, а можно по мою лестницу? Конечно. Я сейчас тебе ведро воды налью. Нет. Тряпку я... Ты что ее на голову, Егор? Ты же тряпка полы мыть. Ну, она стиранная, конечно. Я тоже хочу. Снеж, он постарше. Вот будет тебе 7 лет, и ты тоже будешь. Хорошо? Все, ладно. Надо выключать. Пошли мы постельные собирать. Потеряли мы целых 10 минут с этим разговором. Но свое возмущение я высказала. Вася здесь и читает книжку-сказку. Вася, Вася на нашей кровати. Вот, кстати, еще с нашей кровати не сняли постельку. Все, девочки и мальчики, давайте убираться дальше. Подумываться. Я белье глажу. Включила, чтобы показать реакцию детей. Папа приехал у нас с работы. Папа! Папа! Покажи, как включается Миша Хан. Вась. А там папа приехал. Вась, пойдем. А что, мам? А что? Покажу, и его снимает. Мам! Я белье глажу! Мам! Иди! Тебе, китом папа приехал. Да! Да! За ним! А там украинцы, и Миша мне нравится. Вот так вот. Миша мне нравится. Хм! Мне нравится. Миша! Миша!